Фокус языка объединения. Чтобы эффективно использовать этот фокус языка, стоит задуматься вот о чем. Стоит задуматься, а частью чего большего является высказывание твоего собеседника. И для того, чтобы сформулировать свою мысль в формате фокуса языка объединения, тебе нужно поучиться как бы обобщать, как бы обобщать все, что говорит твой собеседник. Для того, чтобы обобщить, тебе помогут следующие слова. В целом, в общем, вообще, все люди. Вот эти слова запомни, пожалуйста, для того, чтобы ты мог эффективно формулировать обработку возражения либо обработку убеждения с помощью фокуса языка объединения. Давай перейдем сразу к примерам. И, допустим, если ты продавец, если ты что-то продаешь, и тебе говорят возражения, у вас слишком высокие цены. Ты можешь подумать, так, слишком высокие цены. А частью чего большего является это высказывание. Если говорить в контексте какого-то конкретного товара, то можно обобщить и сослаться в целом на весь рынок. И можно сказать следующую фразу. Знаете, да, у нас не самые маленькие цены, но если посмотреть в общем на рынок, то наши цены достаточно приемлемы. То есть вы не найдете сильно дешевле, и не найдете слишком дороже. Так, может, не будем тратить время, и, наконец, вы уже станете счастливым обладателем своего товара. Либо следующее возражение, которое очень часто всплывает в нашей жизни, ну и часто мы его используем в качестве примера в обучающих видеороликах по фокусам языка. Например, кто-то тебе говорит, я ни на что не способен. Как здесь можно обобщить? Нужно подумать, так, если человек говорит, что он ни на что не способен, частью чего большего может являться это высказывание. Наверное, это высказывание является частью того, что человек считает себя неспособным в каких-то конкретных навыках. Но здесь мы опять же обобщаем. Чтобы обобщить, мы можем сказать. Ты знаешь, в целом большинство людей, вот мы уже обобщаем, используя вот эту обобщающую фразу, в целом большинство людей, которые так о себе говорят, что я ни на что не способен, они достигают гораздо больших успехов, чем все остальные. Здесь мы обобщили, переключили фокус внимания на некую большую систему. Человек отвлекся от своего изначального высказывания, от своего изначального убеждения, и уже можно строить с ним диалог дальше. Либо еще один классический пример из взаимоотношений, тот пример, который мы часто используем в обучающих роликах про фокусы языка, убеждение «ты меня не любишь». Ну, давай представим ситуацию, что один из партнеров другому говорит «ты меня не любишь». Как здесь можно обобщить? Как здесь можно отвлечь внимание с помощью обобщения? Да все очень просто. Можно сказать следующую фразу. «В целом все люди», то есть вот мы обобщаем «в целом» и обобщаем «все люди». «В целом все люди вообще склонны сомневаться в чувствах других». И это очень здорово, что ты сейчас об этом говоришь. Что мы здесь делаем? Мы обобщаем, мы отвлекаем внимание нашего собеседника на что-то большее. Мы говорим «в целом» и «все люди». И таким образом, если человек использует образ мышления как объединение, то в его случае это очень хорошо сработает. Напоминаю, что для того, чтобы фокусы языка работали эффективно, здесь нужно проявлять гибкость и подбирать под каждого собеседника отдельный ключик. То есть, если объединение не сработало, то переходишь к разделению. Либо если разделение не сработало, переходишь к фокусу языка, допустим, намерения. И так далее. Вот фокусы языка – это маленькие ключики к разгадке другого человека. Давай рассмотрим еще один пример из классических взаимоотношений мужчины и женщины. Ну, например, мужчина-женщина. Капризный мужчина, наш любимый капризный мужчина. Женщина может высказать такое убеждение или такую претензию. Ты всегда меня контролируешь. Как здесь можно обобщить? Для того, чтобы обобщить, нужно тоже подумать. В целом, вот контроль, контролирование, к чему большему это может вообще в целом относиться. И здесь можно вот каким образом сформулировать. Можно сказать. Ты знаешь, в целом я, да, очень часто интересуюсь тем, где ты находишься и что с тобой происходит. Но если посмотреть, что большинство пар в этом мире вообще наплевательски друг к другу относятся. То есть мы обобщаем, здесь уводя внимание собеседника на то, что большинство пар в этом мире, они вообще друг о друге не переживают и не заботятся. То есть мы здесь переключаем внимание и таким образом человек как бы разубеждается либо забывает на время о своем изначальном высказывании. И это совершенно нормально, очень здорово, когда ты можешь обобщить, когда ты можешь сказать в целом, в целом то-то-то-то-то-то-то, в общем то-то-то-то-то-то-то. Это очень хороший прием и он работает безотказно. То есть с помощью фокуса языка объединения ты можешь легко подстраиваться к малознакомым людям, так как малознакомых людей ты еще не успел вычислить их ценности, ты еще не успел понять их намерение, ты еще не успел их, скажем так, просканировать, прокалибровать. И с помощью фокуса языка объединения ты можешь прощупывать, ты можешь прощупывать, говорить о каких-то очень обобщенных вещах. Вот как, например, сейчас большинство людей, которые смотрят это видео, скорее всего понимают, что фокус языка обобщения действительно является хорошим инструментом. Что здесь я сейчас сказал? Я ничего конкретного не сказал, но в этой моей фразе изначально очень сильно обобщенный большинство людей, которые смотрят это видео, в целом понимают, что я сейчас говорю какие-то толковые вещи. Здесь как бы нету какой-то конкретной смысловой нагрузки, но это воспринимается, как будто ты говоришь что-то важное. И тот человек, который имеет такую привычку обобщать, он будет вовлечен в тебя, и таким образом ты приковываешь к себе внимание, если тебе это необходимо. Ну давай разберем еще один пример из бизнеса. Например, ты получаешь такое возражение, когда тебе нужно подписать договор с клиентом, он говорит, я не готов сейчас подписывать договор. Как здесь можно обобщить? Здесь можно использовать хороший трюк и сказать, в целом вы имеете право не подписывать этот договор сейчас. Но большинство наших клиентов обычно подписывают договор на первой встрече. Как мы здесь обобщаем? Мы здесь обобщаем, что в целом он может не подписывать договор. Но как бы еще говорим, что если говорить о большей системе, в общем большинство клиентов подписывают договор при первой встрече. И это тоже хорошо работает. Это помогает человеку скорее принять решение о подписании договора. Давай разберем последний пример, как можно использовать фокус языка объединения на примере такого убеждения. Если тебе кто-то говорит, я не хочу ничего менять. Это хорошее убеждение для того, чтобы использовать фокус языка объединения. То есть, как мы здесь можем объединить. Для того, чтобы объединить с помощью фокуса языка объединение это высказывание, ты можешь сказать следующую фразу. Да, большинство людей в принципе не хотят ничего менять. Но как правило, те люди, которые говорят, что я не хочу ничего менять, они уже на самом деле приняли решение об изменениях, им просто не хватает какой-то всеобщей поддержки. То есть, вот как мы здесь объединили? Мы здесь объединили, мы сказали большинство людей, мы присоединились к его высказыванию, то есть, мы подтвердили, что большинство людей в принципе ничего не хотят менять. Но в целом, те люди, которые так говорят, они уже готовы, они уже приняли решение об изменениях. Поэтому используй фокус языка объединения. Это такой достаточно безопасный способ, который ты можешь тестировать, и он будет работать практически в 99% случаев. А если человек действительно мыслит объединениями, человек склонен обобщать, то это вообще стопроцентный результат ты будешь получать в результате переговоров с таким человеком. У меня на этом сегодня все. Большое спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.